Знаете, знания в обществе распространяются не очень-то равномерно. То есть, если какую-то штуку знает одна часть людей, то не факт, что ее знает другая. И в этом, мне кажется, заключается нынешняя проблема с толерантностью. Потому что когда ты в очередной раз в каком-то фильме или от какого-то человека слышишь очередной спич про то, что там «меньшинство — это нормально, нужно уважать тех, кто уважает тех, кто не шутит так-то», ты, с одной стороны, понимаешь, что да, это нужно, потому что для многих людей это действительно проблема. То, что многие этого не понимают, портит жизнь конкретно этой группе людей. Но, с другой стороны, тебя самого это так заебало. И не потому, что ты такой бесчувственный, а потому, что если повторять тебе любую херню очень много раз, тебе это очень быстро надоест. И очень печально, что эта штука коснулась толерантности, но она же коснулась. Давайте разбираться. Здрасте, вы на канале Сейна. Маркс говорил, что если общество задается каким-то вопросом, это значит, что ответ на него уже найден. Это был, наверное, первый и последний раз, когда на этом канале цитируют Маркса. Но, тем не менее, это действительно так работает. То есть, да, для многих это очевидно, но, понимаете, тут проблема больше в людях, которые не то чтобы злы и нетолерантны по своей природе, а для них просто всю жизнь, вот до нашей современности со всем этим SGV, геи это было примерно то же самое, что черти. То есть, какое-то непонятное зло, которое очень на тебя не похоже, на которое все говорят, что это вот что-то самое ужасное, садомитское. И тут оно стало реальностью. Вот завтра скажут, что теперь нужно уважать права чертей. И эти люди отреагируют на это примерно так же, как если бы им сказали, что нужно уважать права геев. И по той же причине у какого-нибудь жителя Нефтекамска вполне могут быть предупреждения насчет геев или негров, хотя он ни тех, ни других никогда не видел. И как раз-таки в этом и проблема, что он их никогда не видел. Я вообще недавно услышал мысль о том, что не очень-то хорошо, что сейчас нам этику и какую-то норму поведения диктуют Штаты, а, допустим, не Европа, которая к нам ближе просто про свои проблематики. Понимаете, прямо сейчас в Штатах гораздо легче понять то, что они диктуют, как минимум потому, что все эти меньшинства, ты их можешь увидеть на улице. Для России это все еще черти. И если держать-то в голове, то становится понятно, почему так абсурдно смотрятся нынешние Мстители. Ну потому что это же действительно какой-то бред. Ты пришел посмотреть, как там дела у этих выдуманных чуваков в трико. А тебе говорят, а ты знал, что вот эта лесбиянка и спит вот с этой? Ты был в курсе? Ты был в курсе? Да мне неинтересно, вы же даже и характер не написали, с какого хера мне интересоваться вообще? Она лесба! Ты знал? Теперь ты знаешь! СЖИВИ! И этот чувак выходит из кинотеатра и он еще больше ненавидит всю эту херню, просто потому что он пришел посмотреть на супергероев, а тут ему вот эту вот штуку завезли. И для него это встало в один ряд с какой-то назойливой рекламой. То есть вы смотрите любимый сериал, а там херак букмейкерская контора. И тут то же самое. Он пришел на свой фильм про супергероев и тут херак СЖИВИ. Ему продают чертей. И в этом плане отличным примером обратного является богемская рапсодия, потому что это фильм про реального человека, который, возможно, сделал там детство этих людей, может, юношество, может быть, они его узнали там в лучшие годы своей жизни, когда встретили свою любовь или что-то такое. Это очень массовая вещь, которая уже является частью жизни огромного количества людей. И вот когда тебе не говорят, что смотри, вот синяя баба космическая без характера, но она лесбуха, тебе это неинтересно. А когда тебе говорят, что это все это время было вот тут, ну просто вот перед носом, это производит совершенно другое впечатление. Но Фредди Меркури это далеко не самый интересный кейс. Вы слышали про Роба Хелфорда? Если вы не любитель металла, не спешите выключать этот ролик. Он больше про судьбу исполнителя, чем конкретно про этот жанр. Фишка в том, что к металлу вообще все привыкли, его играют уже больше, чем 50 лет, и вроде бы теперь кожанка, и вот что они все в цепях, там у них какие-то браслеты, они ездят на байках. Это все норм, это какой-то такой стереотип, который уже абсолютно часть реальности. Хотя немногие знают, что группа Black Sabbath в какой-то момент уже пела про ведьмы детей сатаны, но выглядели они при этом как хиппари. А внешний вид группы Twisted Sister прямо сейчас мог бы нарушить сразу несколько российских законов. И тому внешнему виду всех этих металлических чуваков, к которому вы привыкли, мы все обязаны именно Робу Хелфорду. И, возможно, после начала этого видоса вы догадались, что он был геем. И эта история среди металлистов крайне известна, но немногие за пределами этого комьюнити ее знают. Но весь этот внешний вид с кожаными заклепками и всей вот этой историей, это изначально закупил Роб Хелфорд в секс-шопе, чтобы выглядеть типа металлически. Он буквально это так описывал, что то, как я выглядел, не соответствовало нашей музыке, я чувствовал себя как-то неправильно на сцене. И потом он сходил в секс-шоп, закупился там всей этой кожелатексной штукой, купил плетку, и началась вся эта движуха. И такая штука, что это дошло до того, что на концертах Judas Priest продавались значки с надписью «Меня отхлестал плетью Роб Хелфорд». Это было крутой историей, но при этом все это воспринимали как сверхбрутальность. А он, выросший в довольно консервативной британской семье, когда узнал сам, что он гей, он сразу начал это скрывать. И это было далеко не единственной его проблемой. Я, рассказывая о личных проблемах Хелфорда, совсем забыл рассказать про Judas Priest, в котором он играл. Дело в том, что эта группа обрела популярность только к третьему альбому. А как вы понимаете, когда вы непопулярная группа и за вашу музыку вам не платят, вам очень сложно оставаться группой. И то же самое было с Priest'ами. Дело в том, что в момент, когда они появились со своим вот этим вот суперярким звучанием, то есть до них металл звучал скорее готически. То есть это была злая музыка, но скорее даже не злая, а зловещая, такая нагнетающая. Но именно Judas Priest заставили ее кричать. У них буквально была техническая фишка, у них две гитары играли один и тот же ритм. Ну, конечно, иногда расходились на соло и ритм, но очень часто играли один и тот же ритм, потому что, вдумайтесь, это было такое время, когда это было сложно нарисовать, типа. И действительно, если у вас было на одного гитариста больше, то это было преимущество по звуку. И из-за того, что они сами были из Англии, и сама группа пыталась пробиться в Бирбенгеме, в котором недавно появилась Black Sabbath, после Black Sabbath появилось огромное количество других коллективов, которые тоже играли металл. И, в общем, они просто встали в число еще очень-очень многих. Вот. И на них потом грянула следующая проблема, что к моменту выпуска их второго альбома, с их вот этим кричащим вокалом, гитарами, новый супербыстрый техничный металл, стал бешено популярен панк. И половина их коллег по сцене, которые также пытались пробиться в этом металле, до ужаса упростили свою технику, расстроили гитары, начали спать в моче, забили хуй. Вот. И, в общем, Джудас Прист были совершенно у разбитого корыта, жили в проголод и думали, как бы им сохранить группу. А потом случился продюсер, который решил привезти их в Америку. И вот там они охуительно продались. И нужно представлять эти эмоции от первого лица. Можете у себя в голове пытаться уже вот строить биографический фильм про Хелфорда. Каково это, проходить все эти трудности как музыканта, когда абсолютно нет проторенной дорожки, у тебя там батя работал на заводе, и мама работала на заводе, только чуть короче, чем батя. Абсолютно все, что ты делаешь, ты делаешь на ощупь, и каждый успех, он просто невероятно ценен и очень мимолетен. И при этом после своего удачного концерта у вас все более-менее наладилось с группой, вы отпели свои суперсложные вокальные партии, вам кричат вперед, да, охуенно, вы заходите в гримерку, там 20 баб, а вы гей. И все. Сам Хелфорд описывает свое увлечение музыкой, как вот такую вот своеобразную форму эскапизма, что ему просто нужно было куда-то убегать от гнетущей реальности, в которую он откровенно чувствовал себя чужим. И, возможно, именно благодаря вот этой необходимости постоянно убегать, мы имеем такую прекрасную группу. И дальше ситуация начала усугубляться. Judas Priest делали успешные альбомы, невероятно продавались, но в какой-то момент у Хелфорда случается нервный срыв. Естественно, на фоне вот всего того, что он супер-мужик, который на самом деле гей. Он ложится в больницу, и когда туда приходит остальная группа, они не то чтобы как-то над ним издеваются или совершенно ему не сочувствуют, они именно не понимают, в чем проблема. То есть он вроде и выглядит нормально, и там поет, как обычно, все вроде окей. Че ты, давай, вставай, пиздуй и работать. Алло. И, естественно, на находящегося и так в стрессовом состоянии Хелфорда это произвело кошмарное впечатление. Однако они продолжили играть, ездить, и не успели Judas Priest забыть эту проблему, как пришла новая и гораздо хлеще. На них подали в суд за доведение до самоубийства. И это был не один из тех громких судебных процессов, когда по одну сторону какие-то ебанутые мамаши без доказательств, а по другую сторону рок-музыканты, которые там приходят бухие на эти суды, такие-то нам насрать вообще на все. Нет, реально умерли два подростка, и это не просто чьи-то домыслы. Они в предсмертной записке написали, что их побудило совершить суицид песня Judas Priest. За это родители подали в суд, и Judas Priest этот суд выиграли. Они полностью доказали, что песня ни к чему не призывает, никаких посылов у этого нет. Но просто представьте это положение, когда тебя обвиняют в убийстве детей, и тебе нужно приезжать на специальное сборище кучи людей, которые смотрят на тебя, и нужно общаться с ними, и доказывать, что ты не хотел убивать детей. Все это накладывается в копилочку безумия Хелфорда, и важно понимать, что Хелфорд это не тот типичный рок-музыкант, который, опять же, постоянно чем-то объебан, и он такой вообще, да, в 86-м я там вот водку мешал с галлюциногенными грибами и антидепрессантами, а сегодня утром то же самое, но с текилой. Вот вообще не такой. Он о своей молодости рассказывает буквально, как будто понял даже больше, чем нужно. Типа, да, я вот совершал откровенно глупые вещи, не могу понять, почему я так делал, сейчас мне за это стыдно. Я делал тупую хуйню. То есть человеку хоть школьным учителем работать. И просто на долю вот этого абсолютно здравомыслящего человека выпали такие события. Последней каплей стало самое обычное выступление Джудас Прист, в начале которого он, как обычно, выезжал на крутом байке Харли Дэвидсон, в куче дыма на сцену, там фанаты кричат, выходит группа, начинается концерт. И, кстати, историю всю про то, что металл и байкеры, это тоже Хелфорд. И именно с ним до сих пор контракт у Харли Дэвидсон, у них есть специальный концертный мотоцикл. Просто интересный факт. Так вот, конкретно в том городе концертные механики передымили на сцену, и поэтому, когда он выезжал на байке, он не заметил барабанную установку, въебался в нее и перелетел как бы через сцену. Группа вышла, начинала играть, они ведь не знают, что солист наебнулся. Солист тем временем его унесли медики в гримерку, чуть-чуть подлатали, и через пару минут он вышел, доиграл концерт, но это стало последней каплей. Он просто рассказывал, как он лежал в скорой, и такой, блядь, что я буду делать дальше? То есть, ну, подобные события, они заставляют немножко перезагрузиться, и вот эта перезагрузка стала для Хелфорда окончательной. И дальше я не буду в точности рассказывать всю череду разных проектов, в которые он приходил, которые он создавал. Из интересного только то, что ему понадобилось две группы разные, выпустить с ними разные альбомы, чтобы, наконец, сделать каминг-аут. Он очень долго этого ждал, то есть, я сейчас не помню, сколько лет, вот сколько ему было лет, когда он сделал каминг-аут, и его сообщество отлично это приняло. Он всю жизнь беспокоился, что вот из этого образа, сверхбрутального мужика, которому он, кстати, и остался, посмотрите, как он выглядит. Что после этого образа брутального мужика, его не примут таким, какой он есть, но в итоге приняли, сейчас у него все хорошо, он вернулся в Judas Priest, но самое интересное, как все эти люди, которые играли в Judas Priest, вообще не забросили музыку без Хелфорда, потому что его вокал был не просто визитной карточкой, а совершенно неразрывной частью, как вы вряд ли можете представить Рамштайн с каким-то другим вокалом. Во время, когда Хелфорда не было, его заменял человек, который в точности повторяет его вокал. Это реально удивительно. Я постараюсь либо найти материал, либо ссылки в описании оставить, если его будут банить, а так, скорее всего, и будет. Но просто сравните два их вокала, когда сами Judas Priest это услышали, они сначала подумали, что этот чувак просто наложил запись вокала их вокалиста, охуенно сказал. Когда Judas Priest сами это услышали, они подумали, что чел просто наложил оригинальную запись Judas Priest на свое выступление, что невозможно настолько повторить вокальную партию. Оказалось, возможно. И этот человек держал Judas Priest на плаву до того, как туда опять вернулся Хелфорд. И согласитесь, история кажется сказочной. Это же просто реально какой-то абсурд. И самое интересное, что ладно бы Хелфорд вернулся, и они доедали свои старые треки. Нет, у них есть альбом 19-го года, и знаете что? Он охуенный! Я его буквально недавно запостил в свой закрытый паблик для самых избранных. Если вы не знаете о том, что это такое, то сообщаю вам. Специально для моих патреонщиков есть отдельный закрытый паблик, в который я скидываю музыку, киношку и все прочее. Просто выкладка башки Сейна, вот что ему там приходит сегодня, что ему придет завтра. И это превращается в один огромный архив музыки, кинища, клипов, книг, всего, чего хотите. И так как этот паблик все еще находится в стадии бета-теста, мы еще не до конца знаем, как сделать это сообщество максимально элитарным и крутым, поэтому я разыгрываю 10 месячных пропусков туда. Типа как Яндекс подписку на свою музыку, я вот так же на свой паблик. Поэтому вам нужно оставить под этим роликом любой коммент, вообще не важно. И количество комментов, которые вы оставите, вот тоже не важно, нет никаких ограничений. Просто пишите ровно все, что хотите. Я методом рандома, вот этой вот рукой, после этого возьму и выберу 10 человек, совершенно случайно, которые получат вот месяц в этом прекрасном сообществе с архивом, куча всего крутого. Так что пишите ваши комменты, давайте поднимем этот ролик повыше, пожалуйста. И там есть альбом Judas Priest, потому что прямо сейчас они все еще остаются настоящим хэви-металом, но при этом звучат по-новому. Это... Это нужно услышать. Это действительно история преодоления серьезного морального выбора. События и обстоятельства звучат так, как будто их писал не самый опытный сценарист, который, знаете, чуть-чуть перебарщивает с яркостью событий. И какие-то у всех слишком охуенно глобальные проблемы, но это абсолютно реальная история. И при наличии вот таких историй у нас до сих пор снимают фильмы в духе «О, телка, которая работает в офисе, ее не уважает начальник, а в конце она говорит ему «Я тоже сильная женщина!» И он такой «Бля, я повержен!» Ну, 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 блядь, ну реально! Хелфорд! Роб, блядь, Хелфорд! В какой-то момент нынешние там пиарщики, киноделы, музыка делают, телевидение делают, ютуберы все, они перестанут доить тему толерантности. Начнут доить какую-нибудь другую тему. Что же до общества, то в нашем вот своем поколении количество людей, для которых ни раса, ни цвет кожи, ни все остальное данное прирождение не имеет значения, этот процент несравнимо больше по отношению к предыдущему поколению. И поэтому, честно говоря, думаю, что за это волноваться не стоит, если вы только не живете в каких-то особенно консервативных там обществах. А вот выбирать правильные сюжеты и правильных героев для донесения своих мыслей, вот этому нам точно еще предстоит научиться. Вы знаете, где кнопка подписки. А это другие мои видосы. Если на них кликать, то очень кайфово, проверено тысячами людей. Все кайфовали, писали мне. Миш, как охуенно, блядь! И к тому же, если вы заметили, я весь ролик иду, и картиночка вообще такая необычненькая, интересненькая. Напишите, как вам. Вообще любые комменты очень помогают моему видосу. Заходите на мой Patreon. И... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!